Здравствуйте! Меня зовут Ольга Гомбоева и мы продолжаем изучать интерфейс телефона. Как и в предыдущие разы, мы рассматривали иконку настройки. Там очень много функций и сегодня мы также вернемся к этой иконке, но рассмотрим такое поле, как дисплей. Итак, находим на экране вашего телефона шестеренку с надписью настройки, нажимаем на нее и смотрим. У нас выходит целый список функций, находим нужную нам это дисплей и нажимаем на нее. После того, как вы это сделаете, у вас появится вот такой экранчик. Примерно он будет так выглядеть, потому что тоже зависит от модели телефона. И вам предложат выбрать светлый или темный дисплей. У меня стоит галочка на темный. Вы можете также выбрать и светлый. Как вам удобно? Почему вообще есть темный и светлый? Темный экран телефона считается, что он экономит батарею, то есть телефон так быстро не разряжается и он более полезен для глаз. Но это при условии, что вы пользуетесь телефоном в условиях, когда мало света, либо уже вечер. А если вы находитесь, допустим, на улице и это солнечный день, то я не советовала выставлять темный экран, потому что глазам будет сложно сфокусироваться и это дополнительная наброска не нужна. Но в обычной жизни очень многие сейчас выбирают темный экран, потому что считается, что это более комфортно для глаз. яркость. Итак, вы выбираете один из пунктов и дальше мы видим яркость. Вы можете регулировать яркость вашего экрана и адаптивная яркость. Вот у меня стоит, что она уже активирована, эта функция, потому что видите, не серая, вот как здесь, а уже синенькая, либо зеленая тоже бывает. Что такое адаптивная яркость? Это когда сам телефон перешает за вас, какая в данный момент нужна яркость, то есть в зависимости от освещения, в котором вы находитесь, он подстраивает сам ваш телефон. В чем плюсы? Вам не нужно каждый раз, то есть когда темно или светло, вручную выставлять какую-то яркость экрана, поэтому это экономит время, но это удобно. Также есть такая функция, эта стабилизация позволяет снизить нагрузку на глаза, что тоже является заботой о вашем зрении. Кроме того, автоматическая вот эта адаптивная яркость, она экономит также заряд батареи, потому что подстраивается под ситуацию и, соответственно, телефон не работает круглый день на максимальных возможностях. Есть также и минус у адаптивной яркости, это нагрузка на матрицу телефона. Если ваш телефон часто переходит со светлого в темное состояние, это негативно влияет на его матрицу и может отражаться также негативно на дисплее телефона, приводить к его выгоранию и тому подобное. Поэтому это вы можете решать, хотите ли вы активировать эту функцию или же нет. Но чаще всего все-таки плюсы перевешивают, поэтому эту функцию включают. Итак, еще раз, это адаптивная яркость. И последнее, что мы здесь видим, это фильтр синего света. Вы, наверное, знаете, что от экранов, телефонов, планшетов, компьютеров исходит синий цвет. Он не очень полезен для наших глаз, он может способствовать ухудшению зрения. И поэтому современные телефоны предлагают такую функцию, активировать этот фильтр. Он снижает нагрузку на глаза и способствует тому, что ваши глаза дольше не устают. Я бы советовала эту функцию активировать. Но даже если у вас эта функция будет включена, все равно за час, либо за два до сна не пользуйтесь телефоном. Потому что до конца полностью этот синий свет, его все равно ничем не убрать. Он влияет на выработку гормона мелатонина, что может приводить к бессоннице. Поэтому все врачи, соответственно, советуют хотя бы за час, либо за два часа до сна уже к телефону не притрагиваться, не включать без особой необходимости. Вот мы рассмотрели функцию дисплей. И вы теперь можете выбрать, какой у вас будет экран, светлый либо темный. Вы сможете регулировать яркость этого экрана. Знаете, что такое адаптивная яркость и что такое фильтр синего цвета. Вы можете на свое усмотрение активировать эти функции, либо выключить их. Но главное, чтобы вы будете знать, где они находятся и для чего они нужны. Всего доброго! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова